Я назвал в нашем опросе Алину Загитову, но, к сожалению, последние результаты, наверное, все-таки не позволяют назвать ее спортсменом года. Пусть она будет по женской линии спортсменкой года, но, безусловно, спортсмен года — это приз, могли бы поделить Хабиб Нурмагомедов, супер популярный теперь, и Александр Овечкин — это две звезды планетарного масштаба. — Для меня это Александр Овечкин, который не только выиграл Кубок Стэнли, а преодолел себя, он шел к этому трофею много лет, он сумел в сознательном, в зрелом возрасте измениться, починить себя командным интересам, играл круто, и сейчас это реальная суперзвезда, и он подтвердил, что он действительно великий спортсмен тем, что не он там забивал, отдавал, а то, что он сумел перестроиться, и я считаю, он был главной звездой Вашингтона, и подтверждает это сейчас, выиграл Кубок Стэнли, и не сбавляет оборотов — молодец. — Ну, вернусь опять к Вашингтону, но это не Александр Овечкин, это Евгений Кузнецов. Да, Овечкин, конечно, по популярности, по хайпу превзошел всех, но лучшим бомбардиром Кубка Стэнли был не он, он был Кузнецов, и, пожалуй, на мой взгляд, титул MVP плей-офф стоило отдать ему. Человек, без которого вот этот успех Вашингтона был невозможен, он был, мало того, что лучшим бомбардиром, человеком, который позволил тому же Овечкину вновь вернуть свой уровень, и это, ну, помимо собственных результативных достижений Кузнецова, это тоже было супер-важно и супер-круто. — Ну, с чисто футбольной точки зрения, вот выбирая между Дзюбой или Акинфеевым, наверное, я бы этим двум людям присудил вот это звание, потому что Дзюба — это душа и харизма этой команды, этой сборной России Акинфеев, отбитый пенальти, это чуть ли не спортивный, отбитый пенальти от испанца, чуть ли не главный символ 2018 года в плане спорта. — Игорь Акинфеев, потому что капитан, потому что голкипер, потому что человек, который, наверное, по сравнению с тем, каким он был до этого лета, до этой осени, по-новому раскрылся. То есть, если от Дзюбы вот этого его искрометного, искрометной феерии всегда все ожидали, то Игорь вдруг развернулся в совершенно ином качестве. — На мой взгляд, это Хабиб Нурмагомедов, человек, который провел самый рейтинговый бой года. И вообще стало очевидно, что это один из самых популярных спортсменов мира в этом году, не только в России, но в России уж тем более, он обошел в соцсетях популярности даже Марию Шарапову. — Хабиб Нурмагомедов, спортсмен года, он стал чемпионом UFC, первым из россиян. Он избил самого знаменитого бойца в мире Конора Макгрегора, стал самым популярным спортсменом России во всем мире. У него более 13 миллионов подписчиков, а главное, у него очень-очень большой потенциал. Я думаю, что это тот спортсмен, про которого мы будем говорить великий. — Должно быть весело, должно быть интересно. Из всех грехов, самый страшный грех — это скука. На кого мне в этом году было особенно смешно и интересно смотреть? На кого? Вот кто? Самый был потешен, за кем я смотрел, не отрываясь. Смотрел, не отрываясь, за Глушаковым. Причем еще до банного скандала. Спортсмен года, Глушаков. — Александр Овечкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова